Дети остаются без попечения родителей по самым разным жизненным обстоятельствам. Каждому ребенку необходима родительская любовь, однако не каждый может ее получить. В регионе завершилась акция «Вспомни о ребенке, заплати алименты», которую проводили приставы. О ее результатах поговорим с Иваном Юшмановым, главным судебным приставом Архангельской области. Иван Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С 18 по 11 июня судебные приставы Архангельской области проводили акцию «Вспомни о ребенке, заплати алименты». Что она подразумевает и какова цель акции? Главная цель акции – это защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Не секрет, что у нас имеется немало нерадивых родителей, которых не волнует будущее своих же собственных детей. И они уклоняются от уплаты алиментов. Мы считаем своим долгом и обязанностью напомнить им о их родительском долге. Скажите, а на данный момент как обстоит ситуация с должниками по алиментам и сколько их в Архангельской области? На сегодня должников по алиментам, то есть количество исполненных производств, которые находятся у нас на исполнении, порядка 14 тысяч. Из них, к сожалению, 3 тысячи – это возбужденные исполненные производства в отношении женщин. Ну, скажите, а могли бы Вы описать портрет алиментщика? Возможно ли это сделать? Ну, конечно, алиментщик, в основном алиментщик – это гражданин, ведущий аморальный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем и нежелающий работать. Хорошо, вот такой вопрос. Какие меры применяют судебные приставы для того, чтобы алиментщики вспомнили о своих детях и начали платить? Ну, здесь мы применяем весь комплекс мер, которым нас наделяет законодательство. То есть это меры принудительного исполнения. Это, в первую очередь, арест имущества ложников, обращение, взыскание как на зарплату, так и доходы, иные доходы ложника. Ограничение права выезда, нерадивых и скрывающихся должников мы объявляем в розыск. Вот примерно в целом такой перечень. Хорошо, давайте вернемся к акции. Она ежегодная. Удалось ли добиться каких-либо положительных результатов? Да, положительных результатов добиться удалось. За период акции мы разыскали 65 должников. В отношении 130 должников привлечены к уголовной ответственности. В отношении 700 должников вынесено постановление об обращении взыскания на их доходы и направлено по месту получения доходов. Порядка 400 должников ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. Благодаря последней, названной мерой принудительного исполнения, за должность была погашена порядка 200 тысяч. О каких итогах акции можно говорить в этом году? Считаю, что она прошла вполне успешно. Как я уже сказал, результаты. Кроме того, мы распространили памятку, разработали, которая как направлена и взыскателям, так и должникам-алименщикам, с тем, чтобы они правильно понимали свои права и обязанности. Ну вот если должник не работает, что в таком случае? С него не взыскиваются алименты? Нет, ни в коем мере. Должник в зависимости от того, что работает или не работает, он обязан платить алименты на своих несуществительных детей. Будь то это по решению суда или это нотариальное удостоверение соглашения о плате алиментов, он обязан платить алименты. Тех, кто не платит, хочу сразу предупредить, не платит и не стоит в центре занятости, для таких должников расчет задолженности осуществляется из средней заработной платы по России. Она по февралью месяца составляет 30 на 1325 рублей. То есть расчет получается следующий, что на одного ребенка должник, если он не работает, он обязан платить 7831 рублей. Вот скажите, а есть ли среди алиментчиков раскаившись? Да, к сожалению, их очень немного. Уже, наверное, пример буду приводить не свежий, не этого года. Но, тем не менее, семья в Кеннижском районе, имея на издевании троих несуществительных детей, вела моральный образ жизни. По решению суда были лишены родительских прав, как отец, так и мать. Но вот именно лишение родительских прав и тоска по детям, которых забрали в детский дом, побудило их образумиться. Они устроились на работу, привели свое жилище в порядок. И через год суд вернул им детей, восстановил в родительских правах. Ну и что вы можете сказать в заключении тем, кто не платит алименты своим детям? Я просто еще раз хочу напомнить, что это ваш родительский долг и алименты на ваших же детей необходимо платить. Иван Александрович, спасибо большое за информацию. Пожалуйста.